дорогие друзья всем огромнейший приветик прошло немного времени и я перетащил уже практически все ножи которые были в доме и еще даже на дачу съездил там поточил но специально для отдельного видео я оставил такой вот ножик происхождение его мне неизвестно наверное покупала еще бабушка когда божила была жива вот валялся он на кухне он ну совершенно такой как простецкий типа советского ножа но все-таки наверно он из 90 то что на нем есть надпись соответствующая и так когда его первый раз увидел увидел эту надпись мне показалось что написано труд дача нержавеющая сталь ну пер какие ассоциации у меня вот возникли труд дача ну думал знаете вот есть там типа нож грибника там пошел грибочек срезал вот а есть типа там ножик дачника там труд дача то есть потрудился на даче вот немножечко порезать какие-то помидорочки какие-то такие дурацкие глупые ассоциации были но ребята я неправильно прочел надпись тут написано не труд дача а труд вача это оказывается город есть такой вача а труд это завод который в этом городе находится поэтому ножик называется труд вача и вот есть такой бренд тут вача он так называется мы все это можем загуглить чуть позже ну а перед тем как мы будем гуглить немножечко рассмотрим вообще сам ножик ну такая вот просто черная пластиковая ручка такая типа антискользящая такая вот она не гладкая вот шершавая вот тут уже такая какая-то грязь набилась но это всегда вот в этом месте грязь набивается вот такой ножик ну какого-то такого странного дизайна то есть у него закругление какое-то вот такое не закругление вот как бы скос такой идет довольно странный вот довольно странный ножик ну и как вы видите у него подводы сканди и давайте посмотрим на режущую кромку она вообще отсутствует то есть тут какие-то царапины как будто об асфальтово точили пытались там что-то наточить может быть там не знаем сатом каким-то подтачивали то есть режущей кромки у нее нет вообще он убитый полностью убитый зацарапанный ножик который ничего не режет абсолютно ничего по традиции проведем тест на остроту до и после ну как обычно мы сделаем это на помидоре то есть вот мы пытаемся он даже что-то режет слушайте уж делать что-то разрезал ну так вот если без нажима вот без нажима видите я пилю но ничего не происходит он делает вмятину вот но не режет особо второй тест как обычно на газете то есть будет ли он вязать газету видим что он не может взять вообще тупейший ножик так дорогие друзья загуглили слова труд вача ножи и нам выпало очень много всяких соответствий давайте начнем по порядку вача это поселок городского типа в нижегородской области произносится он вача то есть ударение на а дальше что такое труд труд это предприятие которое находится в этой области в этом поселке городского типа мы сейчас попали на сайт на главную страницу этого предприятия можно увидеть что это довольно старое предприятие в двадцатом году отметить 190 лет со дня основания вот производим понятное дело что всякий инструмент из металла но еще тут и переработка древесину не написаны абразивный инструмент и много чего еще поэтому труд вача это вот такой бренд и конечно же в завершении я загуглил свой ножик открыл давайте вот так вот посмотрим вот я нашел свой ножик вот он здесь представлен стоит он 90 рублей написано что это нож из нержавеющей стали грезы что такое грезы я не знаю то ли это сталь грезы так называется то ли это дизайн ножа назвали так грезы так щелкнем на него и вот в таком приближенном состоянии мы можем увидеть что это да действительно тот самый наш ножик вот так он выглядит такая пластиковая ручка нам знакомые знакомый дизайн ножа и надпись но если так вот пробежаться размер понятное дело материал нержавеющей сталь мы уже об этом говорили бренд труд вача нож тип ножа нож универсальный так что вот мы вот так вот определили нашего пациента стоит он совершенно недорого 90 рублей то есть такой себе ножичек среднестатистический из какого-нибудь сельхозмага или какого-то магазинчик а ну такой вот себе ножичек начнем заточку устанавливаем наш ножик где-то так где-то так вот ставим и закрепляем какой здесь взять угол я не знаю наверное все таки мы не будем делать по 15 градусов на каждую сторону я думаю что где-то типа по 17 возьмем то есть чтобы было приближено к 40 плюс надо учитывать скандиспуске и так я как я уже сказал ну я хочу сделать по 17 градусов на каждую сторону что будет где-то там типа 35 16 и 8 17 3 перебрали ну типа вот типа вот 17 градусов блин чем 17 и 2 дал 18 это я рукой еще шевелю у него есть магниты но блин не к чему магнитится короче говоря 17 градусов на каждую сторону я хочу дать в этом ноже так ребята как я уже сказал ранее кромки здесь можно сказать вообще нет никакой она полностью убитая вот она неровная зацарапанная то есть наверно на каком-то точильном камне вручную пытались тут делать но это был не я и этот ножик вообще не трогал и не пользовался я думаю что здесь небольшое совсем расстояние то есть тут не потребуется долго времени усилий из точки большого металла поэтому я не буду начинать из 200 а возьму камень 400 грит я думаю что вполне себе здесь он подойдет чтоб нам создать режущую кромку как маслица и приступаем так ребятушки создали мы режущую кромку на одной стороне можно переворачивать и точить с другой звук сенс пока не чувствуется может быть я рано это делаю ну давайте перевернем а там посмотрим может быть чудо хочу кстати говоря крутить всегда надо по часовой стрелке иначе эти держащие губки они откручиваются что погнали вторую сторону ну что ж прекрасненько попилили и с этой стороны делаю протирочку какого-то сильного звук сенца опять же не чувствуется я думаю переверну его и поглажу немножечко камнем 600 грит не будем сразу прыгать на 800 давайте немножечко погладим еще шестисоточкой тоже капаем маслица многое бахнул так закончили 600 переходим к 800 так ребятки прошли мы 800 камнем и сделали режущую кромку как видите она такая вот более-менее ровненькая получилось ну конечно сверху увидеть сарапины мы не можем их убрать просто так вот но кромка создана более-менее ровная равномерная сгустение сбыл но мы его под сбили теперь нам нужно переходить к доводке 1500 камнем и потом мы пойдем 3000 не знаю не собьется меня фокус если вот так подвигаю вот сюда вот здесь вы видите еще осталось большая небольшой сгустенец на кромке остался и тел пальцем туда-сюда болтаю вот а вот в этом месте кромка не очень хорошая потому что вот этот угол мешает камню точить ну такой вот в этих скандер спусках такой минус то что есть угол остачивать этот угол очень много вот ну что же пойдем 1500 камешек 1500 маслица и погнали доводить доводить нашу заточку я решил в этом ноже не работать водяными 6000 и 10000 а после 3000 сразу же пойдем полировать прошли 1500 и переходим к 3000 это практически уже завершающий этап наши заточки так маслица чутка и погнали гладить нашу кромку трехтысячным так ребятки закончили с 3000 камнем у нас готовая хорошая ровная и блестящая кромка но конечно же надо ее еще полирнуть так той стороной поставил камень не камень вернее бланк и переходим к заключительному этапу полировка пастой гои нашей режущей кромки ну что ж заканчиваем с полировкой наши режущей кромки пастой гои так заканчиваем это дело и посмотрим что у нас получилось в нашей такой вот бич заточки так постарался сфокусироваться и как можно ближе приблизить вот сейчас наша режущая кромка выглядит вот так вот в таком состоянии понятно что там какие-то совсем микроскопические рисочки остались вот но тем не менее режущая кромка создана ну что же переходим к первому тесту на помидорке вот наша старая знакомая помидорина которые даже старой заточки вернее в отсутствие заточки кое-как разрезалась с нажимом давайте попробуем без нажима пойдет ли он как бы относительно без нажима чуть-чуть конечно нажимаю то что может ничего не весит ну как видите недорка неплохо идет вполне себе тест номер два на газеточки ну посмотрим что у нас вышло ну так такое себе идет идет с этой стороны давайте ну и конечно же тест номер три на волосатых руках где мне тут живое место то еще осталось давайте вот здесь вот сделаем себе лысинку небольшую вот так вот как видите достигнута такая вот себе бритвенная острота обычного тупого ножа ну что же ребятки если подытожить то вот так вот не являясь каким-то профессионалом просто вот так сказать немного потренировавшись и купить правильные инструменты можно затащить любой колхозный нож до нормального состояния и пользоваться им еще многие годы вот конечно же как я сказал я не профессионал это не профессиональное видео это вот такое любительское но тем не менее девиз моего канала смог я сможете и вы все ссылочки на все что я купил будет в описании и так ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях что вы об этом думаете и пока до новых встреч до новых видео было пока я Продолжение следует...